ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Игра и результат на табло – это взаимосвязанные вещи. Я очень доволен качеством игры и доволен тем, как ребята настроились и провели эту игру. Опасения были определенного характера, связанные с тем, что психологически мы всю неделю работали над тем, чтобы ребята были удручены нелепейшей потерей двух очков в Калининграде на последней добавленной минуте. Но сами виноваты, там практически неправильно сыграли в этом эпизоде. И были удручены все. И опасность была в том, что я ребят предупреждал, опасность в том, что ни в коем случае нельзя было смотреть, то, что команда «КамАЗ» находится на низу турнирной таблицы. Две последние выездные игры показали, что команда играет и играет в хороший футбол. Мы ее изучали. И две последние игры они «Балтику» обыграли на выезде и сыграли до этого. Выездную игру сыграли в «Армавире» в ничью. Команда укомплектована хорошими футболистами, которые многие из них даже не на уровне ФНЛ, многие на уровне ФНЛ, а некоторые в премьер-лиге играли. Поэтому у них ситуация где-то сродни нашей. Большая ротация была произведена в коротком межсезонье. И вопрос времени сыгранности. А так, квалифицированные игроки. И я благодарен ребятам за то, что они очень ответственно подошли к этой игре. Можно ли говорить о том, что этот матч дался Фахилу легче остальных в СИЗО, нисходя из счета? Или были какие-то, кроме тех проблем после «Балтики», о которых вы сказали? Например, какие-то еще другие сложности в подготовке к этому матчу. И по поводу травмированных еще. Ведь на занятии еще полно получается. Ну, то, что касаемо игры, я скажу, что сегодня на протяжении всего матча целостная игра была. С составом владения мячом, с быстрой сменой направления атаки, то, что мы хотели бы видеть, все более целостная. Но я не скажу, что это идеальная игра, но добротно провели эту игру уже. Что касаемо второй части вашего вопроса, связанной с травмированным, Да, действительно, у нас серьезные потери, но благо, что есть глубина состава и есть возможность ротировать состав. У нас серьезно травмирован Дранников, я говорил, уже на полгода. Серьезная травма у Бекетова, у Могилевского, не так серьезно. Серьезнейшая травма после игры в Калининграде у Дутова, разрыв акремиально-ключичного сочленения с вывихом плеча. И это на сколько там, примерно? Ну, месяц-полтора, это минимум. Это минимальные сроки восстановления, потому что там связки повреждены. Только-только начал в общей группе у нас несколько занятий провел Юра Дубровин, который практически год не играл. После травмы Саша Касьян, первую группу в составе, играл. И считаю, что эта игра на хорошем уровне. На хорошем уровне. Поэтому Гвардзавет у нас не пустует, к великому сожалению. И травма достаточно серьезная. А Антон Амеченко просто в заявку не попадает? Или он там куда-то тоже собрал вещи? Ну, у нас три вратаря, три вратаря. И я считаю, что все три равноценные. Но в данной ситуации Саутин, ну и скажем так, играет достаточно уверенно, без грубых каких-то ошибок. Ну и мы считаем, что в ситуации выбора второго вратаря на игру, Дима местный парень, и хорошо работает, хорошо тренируется. И поэтому сегодня была возможность. Сегодня даже в день игры ставила дилемма, кто будет играть первым номером. Потому что Саутин до этого два дня у него температура была, он не тренировался. Вчера только легко, легко он провел предыгровую тренировку. И сегодня еще в день игры я необыкновенно решал и советовался и с тренером по вратарям, и все-таки приняли решение в пользу опыта. Потому что Дима, молодой парень, и при своих зрителях может немножко знать. Это Саутин себе привез мяч? Или там они защитниками не забрали? Ну там нелепящая совершенно ситуация. Пошла откатка назад. Ну не откатка, там Кикс был, да он. Не стал брать. Да, не стал брать. Ну почему там, там же не было паса цикле направленного назад. Мухи брать. Он посчитал выбить мяч, и попал своего игрока рикошер в свои ворота. И вот в этой ситуации опять я ребятам благодарен, что имея такое огромное преимущество, да, в первом тайме, введя 2-0, и у них, собственно, в первом тайме ни одного ворота, ни одного удара в сторону ворот не было. И мы пропускаем на последние из двух добавленных минутах мяч. И знаете, как могло бы это психологически повлиять на команду. Ну я в раздевалке сказал, что забыли этот эпизод, продолжаем, и нам нужно забить, и все, статус разрыв 2 мяча остановить, и все будет нормально. Ну честь и хвала, ребята сразу в первые 10 минут решили 2 матча. Забил 2 мяча. Ну Свежов сегодня, как обычно, все в подающих надеждах ходит, да? Ну вот он сегодня тоже не менее, за заметив, так показалось. Ну, Свежов, скажем, что ждем, ждем, все, все-таки проблески хорошие, хорошие ходы в его действиях есть, есть ходы, но слишком он уж пытается сыграть тонко, на тоненького, проникающие передачи, и несколько было таких, скажем так, потерь не совсем обоснованных. Не потому, что он так сыграл совсем уж плохо, а где-то его не понимали, где-то слишком рискованные передачи, и обрез, и атаки на наши ворота были. И, кстати, в забитом мяче он потерял мяч при передаче в центре поля. Ну, это игра без ошибок, и в футбол не бывает. Все, а так, надеюсь на то, что с каждой игрой у тебя будет прибавлять и прибавлять. Конечно, у него есть все для этого. И оснащенность техническая, и видение поля. Вот и из тех, кого вы называли травмированных, к выездным матчам никто не появился, да? К двум? Нет. То есть это все долго, это песня. Ну, пока у нас на сегодняшний день есть 18 человек, но из них, смотрите, только начал в общей группе заниматься. У нас Дубровин, я уже сказал, только недавно после травмы тоже в общей группе Самсонов начал заниматься. Поэтому они далеки от идеальной формы, но, по крайней мере, обойма из 18 человек у нас есть на сегодняшний день. Не дай бог, травмы карточки уже будут сложнее. Ну, надеемся на то, что Степанец начал второе занятие, два занятия провел в общей группе. Но тоже нужно время, чтобы он набрал физической кондиции. И, конечно, очень много потеряно в плане игрового. Он во втором туре получил травму. И, конечно, игровой тонус потерян. Здесь нужно и игровой тонус. Физическая кондиция – это одно, а игровой тонус – это совсем другое. И тут все. Ну, надеемся, что в ближайшее время он будет набирать. Вот сейчас неделя до следующей игры. Там посмотрим, будем надеяться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok